Сегодня праздник у девчат Сегодня будут танцы Тогда наша вера будет укрепляться Привет, друзья! Вы смотрите Опиум для народа на канале Денису Микрофона Я благодарен всех, кто поддерживает канал, кто поддерживает наше приобретение новой камеры для канала 39% от необходимой суммы уже собрано И спасибо каждому, кто принес свои две лепты Если вы хотите присоединиться, ссылочка в описании к этому видео Сегодня у нас довольно-таки непростая тема Потому как вопрос о всяких махинациях Вопрос о людях, которые, используя свою религиозную, так сказать, власть Все используют исключительно в свое личное благо и благо своей семьи Он очень болезненный Потому что тут же у многих вызывает реакцию Нет, нет, это наши внутренние проблемы, не нужно никогда их выносить Но их нужно выносить О них нужно говорить Чтобы, как минимум, никто больше на такие грабли не наступал Вот, пожалуйста, один такой активный косарь, который гастролирует по Америке Рассказывая о своей невероятной деятельности И, кроме того, он еще является епископом Союза ХВЕ, христиан вероевангельских, пятидесятников по Волыне Тогда наша вера будет укрепляться Наша вера будет передаваться другим Она не будет лицеприятна, лицемерная вера Говорит, Слово Божие, за Тимофея апостол Павел вспоминает бабушку, вспоминает матерь Как хорошо по-русски-то говорит, да? Паночка там, наверное, негодует Думает, еще раз надо его градами, так сказать, ударить Да нет, он товарищ с Волыни, довольно близок к Паночка И посмотрите, как неплохо ради того, чтобы выступить перед русскоязычной аудиторией в Соединенных Штатах Готов извиваться буквально у жонтых Театрально выступает Вот мне кажется, что этот Михаил Близнюк, так зовут этого человека Этого театрального такого актера, который играет на публику А в жизни представляет из себя совершенно другого Он, в общем-то, вера его достаточно лицемерна Потому что вот здесь он довольно-таки ярко так рассказывает о чем-то А поступает совершенно иначе И вот, пожалуйста, лишь один из эпизодов с ним связанный Я кратенько его возьму, захотите, разберем подробнее И, может быть, даже с кем-то из героев сможем встретиться и поговорить Жага до грошей часто сильнейшая, ніж віра Ошуканный американець показал, как его кинули волинские церковники Нагадаемо, мы уже рассказали ранее про Виктора Литовченка Украинского заробітчанина, який на 20 лет выехал до США Там человек решил не только заработать на свою семью, а и заниматься благодейностью Разом с тамтешною релігийной громадой организовали поставки до Украины гуманитарной Допомоги, а также надсилали сюда деньги на строительство реабилитационного центра То есть, казалось бы, доброе дело, да, какая-то гуманитарная помощь, которая, согласитесь, нужна очень многим нуждающимся Но еще и строительство реабилитационного центра, что тоже весьма популярно в тех же евангельских религиозных организациях Ехал сюда и встретился с Близнюком Михайлом Ивановичем и с Панасюком Васильем Ксенофонтовичем Таким, так званым, директором Волинского благодейного фонда Вифания А Близнюк – это старший епископ, так званый, по Волинской области Он до сих пор является старшим епископом, достаточно зайти на сайт ХВЄ, увидеть паночка и увидеть перечень правления этого самого союза ХВЄ И там также будет этот самый Михаил Близнюк Но что же произошло-то? Американские прихожане регулярно скидались, чтобы переказувати на втілення задуму кошти Організовали отправку сюда гуманитарных вантажей Благородная затяя уже майже готова, звітували наши за кордон Усі в це щиро вірили, аж поки на об'єкт із далекої Америки не приїхав подивитись Віктор Литовченко И теперь не все готово Не готово, что ж такого, стрижка только начата Оказалось, ничего не готово, совершенно ничего не готово И помощи этой нигде нет, и куда наделись найти концы, но практически невозможно Приехал и чуть в обморок не впав, что тут все заметено снігом, перекошена коробка Стоять, ни документов, ничего немає, ни складів никаких немає, ничего, все Але гуманитарку отримували з Німеччини, з Голландії, з Америки У меня 30 тонн сюда завезли, невідомо, роздерибанили все, потім бросили тут дырки, запустили мишей, все перемешали Все там десь 30 тонн, тут 40 тонн десь, короче, все розкратили То есть у людей была довольно таки отработанная система, они знали, как заметать следы, но не ожидали, что Литовченко приедет так быстро и поломает все их финансовые схемы Ведь они могли нажиться гораздо больше И что там идет на сотни тысяч долларов, на самом деле, там огромные суммы не считают той самой гуманитарной помощи, которая приходила Им дали возможность скрыть это, аккуратно, культурно все, попереписывать, подчас криминального проведения, попереписывать все майно, все, что было, квартиры, все, у них 6 компаний, которые были под арештом, все, зникли все их акции, доля акций, все, все растворилось Это нишно, я им сказал, ну крадите 20%, ну 30%, ну 50%, ну не 100% уже красите И эти люди выдают себя за релігий Более того, эти люди возглавляют религиозные союзы, эти люди очень приближены к главе своего союза, который, понятное дело, вдоль их крышует Мне говорят, ну почему ты паночка ставишь в один ряд с Мунтианом, с Андейм и прочим, да он такой же, если не хуже Да, возможно, выглядит все несколько иначе, он пытается выдавать из себя такого особо верующего человека Но поверьте, там стоит только поскрести, вы найдете много чего интересного И такая вот история с Литовченко, одна из историй, поузнавайте по поводу религиозных организаций в Ровенской области Которые там целыми церковными наделами моют янтарь нелегально и куда они отдают часть своих денег И много-много чего другого О тех же скотях и прочее, прочее, прочее Я думаю, время от времени мы будем этого касаться Просто, к сожалению, вот мое свободное время, оно ограничено, да, я стараюсь максимум выдать Вот, чтобы вам было интересно, чтобы вы понимали, что происходит в религиозном мире вокруг И, казалось бы, должен приехать барин, должен рассудить, должен разобраться во всем Но где же тот правдолюбец, спаночка, который может разрулить все вопросы Который, как мне рассказывали, честен и непорочен А, оказывается, нет И я чекаю от Михаила Степановича, чекаю от ответа, что он сказал Не давай тут никому не показывай, телебачения не будем смотреться Какие сюжеты не будем смотреться, списки никому не показывай, ничего не делай, я сам разберусь А сам результат известен Цензура, цензура Это видео Славик Сакраменто, кстати, зайдите к ним, посмотрите, у них масса интересов Они там в Америке копают, как раз по этой же религиозной мафии включают того же паночка И знаете, что происходит? Вот эти вот люди, которые дорвались до власти Которые сидят в своих религиозных организациях, они, по-моему, дуреют Дуреют от той возможности манипулировать людьми И вот опять же я вернусь к тому же Михаилу Близнюку К одному из его выступлений, которое мы уже вначале слушали Где он рассказывает о, казалось бы, таком незначительном эпизоде Но который нам многое покажет Девушка с церкви хотела выходить, она вышла позже замуж за... Он называл себя верующим человеком, но не членом церкви И он говорит, вы не имеете власти ее отлучить от Христа Он писание знает, он философию знает, он ученый, образование высшее Мы в университетах не обучались И сидит такой вот Шариков, который стоит за кафедрой Который рулит целой епархией, как ему кажется И вот он искренне ж ненавидит людей, которые немножко более образованы, чем он Которые свободно мыслят, которые не мыслят наш, свой, чужой этими категориями И он считает, что вот сейчас он вправе решать Этой девушке выходить замуж за парня или нет Какой частью тела к мужу поворачиваться Что делать можно, что нельзя Ведь на самом деле он вообще на это не должен обращать Не то, что не обращать внимания, но не имеет права в эти сферы жизни вторгаться этой самой девушке Но нет, он считает, что он все может себе позволить Он может решать, он там Бог и Царь вместо Иисуса Христа Которому, казалось бы, они должны служить И вот его продолжение Мы от Христа не отлучаем Мы ее отлучим от Церкви Христовой Она не может быть членом Церкви Христовой Когда она изменяет Христу и изменяет Его Слову Да, по-моему, больше, чем вы, никто не изменяет ни Христу, ни Его Слову И больших лицемеров нужно только поискать Если вы со мной не согласны, напишите ваше мнение в комментариях Но это такой вот показательный случай, о котором стоит говорить И эта тема будет продолжена Я надеюсь, даже, может быть, кто-то из героев этого сюжета даст какой-то свой комментарий И я сниму его на видео Не дайте себя обмануть Не дайте никому манипулировать вашим сознанием и вашей жизнью Живите своей головой и своей верой Подписывайтесь на канал Денису Микрофона, рубрика «Опиум для народа»